друзья всем привет сегодня будет видео на тему сделай сам сегодня будем чистить вот такой карбюратор от стелса скифа вортекса ну и прочей хрени двухтактной с этими же моторами китайская чинамина с длинным картером в общем смотрите снаружи его отмыл я всегда отмываю перед разборкой снаружи чтобы приятно было держать его в руках ну и всякое дерьмо туда не сыпалась что приступаем к разборке разборки и чистки так выбираем что но смотрите здесь есть снизу болты я стараюсь всегда снимать с топливом чтобы посмотреть много ли там было шмурдяка поэтому я его не буду особо переклонять я его аккуратно пытаюсь раскрутить чтобы заглянуть что там у нас внутри еще мне кажется что помимо масла бака сюда хернули топлива масло потому что мопед себя плохо чувствует кумарит как паровоз получается запускался на холостом работал сейчас вообще не запускается ну да по цвету здесь сплошное масло причем дозировка такая конская что просто традиция но видите все зеленое такого в принципе ну как бы не должно быть даже если добавляешь масло то но это явный перебор так выливаем это все посмотрел мусора почти нету так что в принципе довольно чистый карбюратор теперь снимаем сюда не в эту сторону снимаем поплавок все будем продавать прочищать так жиклеры все на месте выкручиваем топливный жиклер также выкручиваем жиклер холостого хода вот такой маленький теперь смотрите в идеале снять винт качества для того чтобы его снять нам сначала надо запомнить сколько было оборотов по факту стояло делаем так раз закручиваем два ну считай грубо говоря два оборота точнее два полу оборота либо один полный оборот вот так вот было все вытаскиваем все как всегда резиночки здесь нету вот в принципе друзья мы все разобрали теперь нам необходимо продуть я делаю это при помощи компрессора сжатым воздухом 8 атмосфер и во все отверстия так продуваем кто-то говорит во все дырки теперь вот в эти в принципе можно было вытащить и вот эту флейту которая куда иголка заходит но мы ее не стали вытаскивать потому что карбюратор в принципе довольно чистый нам необходимо чисто для профилактики продуть то есть я разобрал для того чтобы убедиться что грязный он либо чистый только для этого так вот эту часть забыли продуть здесь карбюратор был принципе довольно чистый единство что какой косяк был это то что в топлива ливанули очень много масла либо перепутали либо я не знаю для чего так сделали но суть в том что мопед отказывается запускаться работать видимо свечка засирается ну это дтп вы сами понимаете так поплавок поставили на место теперь берем жиклер холостого хода продуваем его и закидываем свой колодец теперь жиклер основной подачи смеси топливный продуваем и также на свое место затягиваем хорошо чтобы не открутилась но и не перестарайтесь чтобы не сорвать резьбу и теперь этот затягиваем все теперь ставим крышечку затягиваем удобно плоской протягиваем все болты теперь болт регулировки качество смеси как помните затягивается поворачиваем вот он стоит сейчас так я считал вот так вот то есть раз два все это настройки то есть как они были осталось нам поставить электроклапан не той стороной извиняюсь руки в масло теперь после этого карбюратора масло напиздрючили до хера все теперь выскаживали твердо проскальзивает это пипец сейчас придется сливать все топливо и менять на чистый бензин ну вот и все друзья карбюратор почищен получается готов к установке на мопед еще порекомендую всегда когда чистите карбюратор всегда чистите и воздушный фильтр промывайте если там губка стоит в бензине хорошенечко дайте высохнуть продуйте с компрессора не знаю там и немножко специальной пропиткой пропитайте либо на ладошки наливайте немного масла вытирайте ладошки и потом об эту губку ну то есть чтобы не текло с нее иначе она просто будет он задыхаться троить пердеть и все вот как то так друзья ну что на этом все всем спасибо за просмотр кому понравилось кому будет полезно ставьте палец вверх не забывайте рассказать о нас своим друзьям ну и конечно же заезжайте к нам на ремонт всем спасибо всем пока пока